Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, как избавиться от болей в пояснице. У женщин предминструальные боли, у мужчин также это проблемы с простатой через активацию, расслабление и тонизирование подвздошно-поясничной мышцы, а конкретнее её подвздошной части. Смотрим. Так вот, подвздошно-поясничная мышца большая. Я сейчас на себя картинку наложу, примерно вот так она выглядит. Но до какой стороны мы можем добраться, это до самой подвздошной мышцы и места её крепления к подвздошной кости. Чёрным я показал примерно, где находится гребень подвздошной кости, а красным это зона воздействия, то есть куда мы будем воздействовать руками. Таким образом, мы самостоятельно ложимся на спину, колени сгибаем, поясницу немножко подверните и расслабьте свой живот. Теперь мы можем работать таким вот образом. Ложить как раз-таки руки на область над гребнем и почувствуйте, как вы проваливаетесь в живот. Только не нужно идти к пупку, а наоборот, вы соскальзываете с гребня, то есть вдоль по кости, прям вниз. Кость является как проводником. Вы прям по ней вот таким образом спускаетесь, то есть встали и спускаемся. До тех пор, пока вы не почувствуете такую яркую болезненность. Если вы пойдёте дальше, то вы можете воздействовать на органы, то есть на сигмовидную кишку, на яичник у женщин. Нет такой необходимости нам на них пока воздействовать. Нам нужна сама мышца, поэтому встали на кость и соскальзываем вниз потихонечку, до тех пор, пока не почувствуете уплотнение, либо боль. Как вы почувствовали болезненные ощущения, делайте мягкие круговые движения, как бы втирая эту болезненность. И не забывайте делать вдохи и выдохи, потому что если задержать дыхание, живот напряжётся, будет выталкивать руки. Нам этого не нужно. Погрузились и постепенно массируем эту точку. Вы будете чувствовать, как по чуть-чуть плавно руки проваливаются вниз, опускаются и потихонечку это место начинает расслабляться. Когда оно начинает расслабляться, можете надавить ещё чуть больше, чтобы это погружение пошло ещё глубже. Когда всё полностью расслабилось, потихоньку пробуйте ногу на этой стороне выпрямить. Но не выпрямляйте её через поднимание, а выпрямляйте просто вдоль стопой, по кушетке, по полу, по кровати, где вы лежите. И при этом старайтесь ногу не поднимать. Просто вдоль её мягко выпрямить. В процессе выпрямления вы можете почувствовать опять болезненное ощущение. Таким образом мышца растягивается, и вы сейчас её уже растянутую массажируете. Она немного изменила свою форму, и вы продолжаете работать до тех пор, пока боль не уменьшится. Опять же, не забывайте, не давим куда-то к пупку вниз, вверх, строго вдоль кости. Спустились и воздействуем. Когда помассировали, чувствуете, что уже в растянутом состоянии боль стала меньше, можете бедро развернуть наружу, бедро завернуть вовнутрь, и немного таким образом ещё поработать ногой, немного помочь себе. То есть вот таким вот образом. При этом нога остаётся легко согнута, либо прямая. Делаем до тех пор, пока болезненное ощущение не уменьшится. Не забывайте, подвздошная мышца является частью подвздошно-поясничной мышцы. Её основная роль – это сгибать бедро. Она отвечает за стабилизацию таза, а также сквозь эту мышцу проходят нервы из поясницы, которые и иннервируют всё, что внизу происходит. И органы, и мышцы, и положение костей, и так далее, и тому подобное. Основная мышца, которая участвует во стабилизации, в принципе, поясницы. И очень часто её не трогают, потому что она очень глубоко. Если её отрабатывать, то больше половины болей в пояснице проходит. Поэтому, если у вас есть боль в пояснице, либо нестабильность положения таза, либо даже болезненные месячные, то отработка подвздошно-поясничной мышцы, в частности, подвздошной её части, она весьма существенно улучшит состояние вашего таза, органов малого таза, и уменьшит боль в пояснице, вплоть до полного её исчезновения. Такой техникой отрабатываем самую болезненную сторону. Вы можете выбрать одну в день, допустим, сегодня, левая завтра, попробуйте правую, и ощущайте своё состояние. Мягко вставайте, двигайтесь, шевелитесь, не засиживайтесь, потому что, когда человек долго сидит, как раз-таки тогда укорачивается сильно подвздошно-поясничная мышца, и она начинает доставлять проблемы. Чтобы этого не было, и если вы хотите кому-то помочь, вот ссылка, где я показываю на ком-то, как это сделать. Вдруг вы хотите помочь своим близким, родным, коллегам, друзьям. Поэтому берите и пользуйтесь.